Эй, привет, друзья! Прошел первый день GDC и уже есть несколько новостей, о которых я вам сейчас расскажу. Поехали! Первая новость появилась еще до GDC, но я решил упомянуть ее все равно. Oculus подтвердили, что Beat Saber будет одним из лонч-тайтлов для Oculus квеста. В переводе на русский, всеми любимый музыкальный фитнес-слэшер будет доступен на квесте с момента релиза. Теперь можно будет устраивать геноцид разноцветных геометрических фигур под бодрую музыку, не боясь запутаться в проводах. Еще бы знать, когда же все-таки долгожданный квест будет выпущен. На GDC показали очки дополненной реальности Unreal. Это не первый раз, когда они упоминаются в прессе, до этого их уже показывали на MWC, но в этот раз всем присутствующим дают поиграть некую пазл-игру. Видео игры пока что нет, но я уверен, что оно появится в ближайшее время. О самих очках. Это легкие очки, которые практически неотличимы от обычных солнцезащитных. У них угол обзора в 52 градуса, разрешение Full HD, они очень легкие, всего 85 грамм, а в качестве процессора могут использовать мощность вашего смартфона или любого другого устройства, которое можно подключить через USB-C. Большинство журналистов, которые успели ими попользоваться, отметили, что они суперудобные и трекинг на них работает что надо. Но сколько они могут стоить и когда даже примерно ждать их выхода, по-прежнему неизвестно. Angry Birds. Angry Birds в новостях. Можете себе такое представить? В общем, Rovio Entertainment анонсировали, что уже совсем скоро появится версия их легендарной игры для дополненной реальности на iOS. У Angry Birds уже есть AR-версия, сделанная специально для Magic Clip, но это получается такой порт на айфоны. И все это помимо анонса Angry Birds для PSVR и Windows Mixed Reality. В общем, сколько уже лет, а злые птицы до сих пор повсюду. Это поразительно, вам не кажется? Pimax выпустили два обновления для своих шлемов, которые должны улучшить производительность, с которой, как мы знаем, у китайского шлема все не так гладко. Первое обновление это фиксированный ямковый рендеринг, а второе это умное сглаживание. Ямковый рендеринг рендерит центральную часть изображения в высоком разрешении, а все остальное в более низком. Это позволяет снизить нагрузку на процессор и таким образом повысить производительность процентов на 10-20, может быть даже 30. Пока что это работает только на карточках RTX от Nvidia, но компания хочет расширить список поддерживаемых устройств. Умное сглаживание включается, когда ваша карточка не справляется с нагрузкой и выдает слишком низкое число кадров в секунду. В этот момент оно как бы додумывает недостающие кадры и таким образом сглаживает изображение. Как только нагрузка снижается, фреймрейт возвращается к первоначальному. Будем надеяться, что это действительно поможет китайскому шлему наконец-то заработать как надо. И последняя новость на сегодня. Qualcomm рассказали о том, что шлем Pyco Neo 2, выход которого готовится во второй половине этого года, будет использовать новую беспроводную технологию. У шлема будет два режима, автономный и с беспроводным подключением к PC. В автономном режиме шлем будет работать с Viveport M, магазином, который Vive сделали для Focus Plus. А в режиме подключения к PC с обычным Viveport и скорее всего Steam VR. То есть, можно будет играть в игры на Steam с беспроводным подключением к компьютеру, который работает так же, как беспроводной адаптер для Vive. Ну, то есть, хорошо. Хорошо работает. О цене пока никто не говорит, но вряд ли это будет стоить дешево. Например, первый Pyco Neo стоил где-то 750 баксов. Такие дела. На сегодня все. По мере того, как будут поступать новости с GDC, мы будем оперативно, насколько это в принципе возможно, о них рассказывать. Спасибо за просмотр. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok